Автоматическая нумерация глав в документе. Перед вами Романова Инна. Мы разметим документ стилями и, наконец-то, сделаем с вами то, для чего была эта презентация создана. Этот слайд показывает нам основную работу, основную работу. И, в общем-то, она как раз занимает минут 10. И для демонстрации я открываю документ. Документ многоуровневый список, в котором сейчас по умолчанию ничего не применено. И я начинаю разметку. Что самый главный участок документа, название всего документа, у нас оформляется стилем без названия вообще, ну, в смысле, без нумерации вообще. Называется он заголовок. В старых версиях программы Word такой стиль назывался название. И надо было его понимать как название всего документа. Так. Загадки планет солнечной системы и прочие части, которые я хочу для себя определить как уровень 1, то есть самые важные участки документа, у меня будут оформлены стилем под названием заголовок 1. Либо контролайт единичка с клавиатурой, либо выбор из списка заголовок 1. На этом этапе в программе Word совершенно все равно, что для вас первый уровень информации, что для вас второй уровень информации. Только человек решает, поэтому это ручная работа. Контролайт двойка или выбираю стиль заголовок 2 для того участка текста, который выглядит у меня поменьше, но является своего рода как бы подглавой. Так. И точно такой же стиль второго уровня я применяю к некоторым участкам текста ниже. Это все будет второй уровень. Сколько больших планет вращается, сколько спутников у планет, как далеко планеты расположены от Солнца, ну и марсианские тайны туда же. Это все будет вторым уровнем. Новые астрономические сведения я сделаю первым уровнем, поскольку я знаю этот документ и я знаю, что это уже пора, пора делать снова уровень 1. То есть стили назначаются не по принципу последовательности, а по принципу уровней. Главный уровень 1, подчиненный уровень 2, ну и так далее. Двойка. Весь документ может размечен только двумя стилями, первый и второй уровень, но если открыть, скажем, мою методичку по PowerPoint, то боюсь, что там такое количество уровней стили, что мне приходится их скрывать из содержания, чтобы содержание было не на 5 страниц, а хотя бы на 2 страницы, и люди не так пугались, когда вообще открывают эту методичку. То есть так, да, так много уровней можно делать, как вам требуется. Ну а потом желательно учитывать человеческую реакцию при просмотре этой информации. В оглавлении. В оглавлении. Снова первый уровень, немного о небесных страницах и объяснение, что такое планета, комета, что такое хвостатые гости последних лет. Это все уже дальше второй уровень. Первый уровень, когда с неба падают камни, а далее знаменитые метеоры, второй уровень, и далее Тунгусский, снова первый, малые планеты, второй, второй, ну достаточно. Обычно эта работа делается не в конце, после ввода документа, а как-то все это параллельно делается, правда ведь, да? Ну, показать один раз надо было. Сегодня я заявляла только стили структурного характера, которые привязываются как раз к главным участкам вашего документа, к структурным стилям, нумерация и идет. Но помимо структурных стилей, здесь еще есть, конечно, декоративные. Каждый раз, когда вам хочется нажать вот это трио, ЖКЧ, Болт, Италик, Анделайн, жирный, курсив, подчеркивание, стоит вообще поставить под вопрос, надо ли этим всем пользоваться, если уже есть стили декоративные, такие как слабое выделение, немножко похоже на курсив, просто выделение и сильное выделение, можно полностью перейти на стилевой принцип оформления. Дальше, что мне теперь это дало? На вкладке вид мне доступна область навигации. Вкладка вид область навигации, и это даст мне улучшенную навигацию, помимо control home, control end и клавиша F5 для перехода на страницу, есть также способ отобразить навигацию в документе. И это имеет смысл только в том случае, если у нас вообще была работа со стилями структурного, да, потому что если я здесь все выделю и все очищу, в области навигации пустота, да, то есть мы это получили только ради этого. И теперь я могу гулять по документу наверх, вниз, да, очень-очень все удобно получается. То есть навигация здесь улучшена. Кроме того, работа в этом месте предполагает еще, что мы можем переставлять главы документа вместе со всеми участками обычной информации методом хватай-таскай. Схвачу новые астрономические сведения и в самый конец перемещаю. Вся информация переходит в самый конец, вот как бы уровень 1 и все, что к нему относилось. Очень удобно, особенно, когда приходится вырезать информацию и куда-то ее вставлять. Ну, здесь вот работать, да, удобно. Так, окончательно здесь, пожалуй, стоит продемонстрировать то самое пресловутое содержание документа. На вкладке ссылки находится такая команда, как оглавление. Это самая унизительная часть работы, если не знаешь о том, что такое стиль. Ну, со всеми это бывало, да? Ну, глава, точка, 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 номер страницы, номер страницы не помещаешься, одну точку удаляешь. Просто было, было. Очень жаль, что этого не было когда-то, в смысле знаний. Знаний это всегда было, даже в 2003 пакете была такая услуга. Итак, делаю часть на клавиатуре. Ctrl-Home, перевести курсор в начало. Ctrl-End, создать разрыв страницы. И снова Ctrl-Home, перевести курсор в начало. Ну, как слепую можно работать. Ctrl-Home, Ctrl-Enter, Ctrl-Home. И команда на вкладке ссылка «Оглавление», автоматическое оглавление. В общем-то, уже все готово. Можно менять внешний вид, можно сокращать количество отображаемых глав. Ну, все это можно. Но я к нему отношусь как… Это сделано для людей, это не для меня. Мне не нужно оглавление для того, чтобы пройти к какой-то главе. Мы уже договорились, что в области навигации все это прекрасно отображается, да, и мы можем обойтись без оглавления. А вот такое вот оглавление – это для людей. Кроме того, вот оно в PDF, в формате PDF сохраняет свою навигационную задачу, и также можно переходить. Перехожу сюда, а обратно… Знаете, как перейти обратно? Это изменило мою жизнь просто. Alt и стрелочка влево на клавиатуре. Это что-то, да, работает везде, работает всегда, и с PDF-овскими документами тоже, да, тоже мы привыкли. Перекрестная ссылка, ты по ней переходишь, а обратно ножками, да, где ты был. Alt, стрелочка влево, так это работает. Заключительные части того, что такое стиль и почему это так классно. Так, итак, навигация – раз, оглавление – два, ну и в итоге быстрая смена принципов оформления. То есть я прохожу сейчас на вкладочку «Конструктор». В старых версиях программы она назвалась как «Дизайн», ну как даже не в таких старых. В 13-й версии, в 16-й версии она все еще была дизайном. Так, а в 10-й она вообще отсутствовала. Все делалось на вкладке «Главное» в правой части экрана. Ну и вот у меня, что у меня есть здесь. На вкладке «Конструктор», она же «Дизайн» есть сборники, которые надо рассматривать не как отдельные элементы стиля, а как все стили. Концепт можно выбрать любой. Можно взять какой-то концепт за основу. Вот, кстати, смотрите, уже такой, видно, готовый вариант есть уже. С привязкой автоматической, такой черно-белый вариант имеется. Ну, в общем, все, что угодно можно брать. Выбранный вами комплект также редактируется командой «Цвета», которая расположена в правой части экрана, там что-то можно взять другое, там синенькое, зелененькое. Командой «Шрифты» редактируется. Эти две команды, команда «Цвета» и «Шрифты» никакого отношения к стилям не имеют, но являются составными частями шаблона документов. В шаблон вордовского документа входит, конечно же, «Стили», плюс отдельным элементом команда «Цвета», плюс отдельным элементом команда «Шрифты». Сразу влияние на весь документ при этом мы имеем. Ну, интервалы между абзацами тоже можно отнести к той части, которая регулирует шаблон документа. Все на вкладке «Конструктор». Ну и вот, наконец-таки, мы с вами подошли к основной задаче, ради которой вы пришли, но эта задача буквально пять минут-то, в общем-то, и занимает. Я устанавливаю курсор в заголовок первого уровня. И далее вся работа начинается на вкладке «Главные». Позиция курсора здесь имеет значение, поскольку, как, ну, есть такие операции в программе Word, вы вроде бы занимались созданием стиля или редактированием стиля, но ни в коем случае не его применением. Но когда вы им занимаетесь, он применился к тому участку документов, которым находился курсор в этот момент. В этом плане, конечно, лучше работать специальным менеджером. Он у вас открывается вот отсюда, вот такая кнопочка, ее больше нигде нет в интерфейсе. Стилевой столбец и в правом нижнем углу стилевого столбца кнопка «Manage Styles» — управление стилями. И вот здесь уже, конечно, можно делать со стилями в плане их создания, их коррекции, их уничтожения, разрешения, все что угодно, и никакого влияния на документ не оказывается. Но сейчас у нас операция, которая связана, она есть только в интерфейсе программы, и от позиции курсора в любом случае мы действуем. Потому что в программе Word курсор где-нибудь да стоит в этом самом месте, и пусть он стоит в главе первого порядка. Итак, на вкладке «Главное» у нас есть в группе «Команд абзац», несколько кнопочек, занимающиеся стилями, и вот третья кнопка среди, не стилями, а, поправьте меня, нумерацией, и третья кнопка, которая здесь располагается, как раз-таки эта кнопочка уже содержит какие-то простые варианты списков, которые мы планируем, что будет, исходя из нажатия на клавишу «Табы». И именно вот такой вариант, который применяется, скажем, в договоре документа, он никакого отношения к стилям не имеет, и не должен, и не должен. Я делала такие чудовища, ну, «Франкенштейн» прям-таки получался, но я поняла, что я перерабатываю, это никому не нужно. А вот в двуязычном договоре, да, мне понравилось. И то я чуть-чуть подозрения имею, что переработала в какой-то момент. А есть еще и стили, которые, вернее, нумерация, которая выглядит вот так, то есть каким-то сереньким текстом рядышком что-то написано. Я специально не хочу сейчас облегчать себе работу, хотя вот это было бы хорошее облегчение, если бы вам нужна была бы стандартная нумерация, как в договоре 1, 1, 2, 1, 3 и так далее. Я сразу с позиции нет, то есть ничего нет, ничего не применено, но перехожу к команде «Определить новый многоуровневый список». Не новый стиль списка, новый стиль – это просто образец новой нумерации, который пойдет в коллекцию для многоразового использования. Нет, а именно новый многоуровневый список. То есть такого нет еще, я его только-только определяю. А команда по созданию стиля – это уже команда по запоминанию уме, имеющегося решения. Так, «Определение нового многоуровневого списка». И перед нами будет то же самое окошко, что и в презентации на последнем слайде. Двигаться в этом окошке нужно по треугольной траектории, но вначале мы еще одно крыло откроем. Это кнопочка «Больше». Кнопочка «Больше», расположенная в левом углу, открывает все возможности, так же, как и связь со стилем. Так, пункт первый имею здесь в этом окошке. То есть настройка первого уровня пошла. Затем очень важная фраза – связать уровень со стилем. И вместо слова «нет» надо выбрать заголовок «1». То есть пункт первый, заголовок «1». Вот за этими двумя вещами мы следим, что в колоночке «Идентификатор» у нас был здесь. Здесь заголовок «1». И после этого только глаза направляются вниз, мы выбираем нумерацию для данного уровня. Нумерация для данного уровня арабская, римская, буквами, цифрами, русскими, английскими я выберу римскую. И только затем помещаю курсор в поле формата номера, где есть небольшое затенение вот этой римской циферки, стирать ее нельзя. То есть если я вот здесь буду полный бардак делать, то видно здесь нумерация для данного уровня, слово «нет» написано, не будет нумерация, а мне она нужна. То есть маленькая такая единичка, до которой и после которой я могу планировать все что угодно. Курсор-то двигается у меня влево-вправо. Переведу курсор, встану перед этой римской циферкой и пишу слово «глава». То есть писать можно все что угодно. Глава. Глава провел один, и после единички, например, мне зачем-то нужна точка. То есть хочу так, хочу так. И значит слово «глава» у меня будет возникать автоматически, а вот римская цифра будет меняться, когда будет встречаться следующая глава первого порядка, там уже будет циферка 2. Я прямо уверен в этом. И не закрывая сейчас все это окно, я прохожу этот цикл заново уже составными уровнями. По-хорошему их все нужно обработать, все деньги. Но это так никто не делает. Все задействуют столько уровней информации, сколько они имеют в документе. Три главы у вас, значит, три уровня всего. Но так вот надо сейчас пройтись. Пунктик 2. Идентификатор. Связать уровень со стилем вместо «нет» заголовок 2. Перемещаю курсор в ниже. И здесь у меня будет, ну, скажем, русская буквенная нумерация срочными буквами маленькими А, Б, В. И перед буковкой А мне нужен слово, нужно, наверное, пункт, например, я захочу. Пункт, параграф, все, что хочу, могу написать. Круглую скобку, пожалуй, сохраню. Итак, сделаю так же для уровня 3. Уровень 3. Связать уровень со стилем. Заголовок 3. Это все цикл. Он повторяется, пока не надоест. Ну и выберу здесь что-нибудь тоже такое. Ну, какой-нибудь символ выберу. Да, какая разница. Символ выберу и не буду его никак дорабатывать. Здесь же происходит работа с отступами, но она доступна и для обычных списков, не только для стиля. Ну, да, сдвиги. Так, например, в договоре, если будете планировать договор, в договоре сдвиги вам вряд ли нужны, да? Вот эти вот именно физические сдвиги, которые показывают визуальное унижение информации, да, ее уровень подчиненности. Ну, здесь вот как раз-таки сдвиги эти можно и отменять. Окей. Окей. Нажимаю на команду «Окей». И именно все случилось. Все случилось. Загадки планет Солнечной системы, глава 1. Дальше пошла у меня нумерация. Глава 2. Немного о небесных страницах. Пункт А. Начинается заново. Пункт Б. Глава 3. Если бы я это знала на тот момент, как записала свои курсовые работы, дипломную работу, это значительно экономило время, конечно. Нумерация также может быть присвоена на оглавление. Нет, не присвоена. Но в старых версиях программы такой глюк бывает, что первая римская 1 стоит прямо здесь, поскольку слово «оглавление» появляется автоматически, и оно тоже воображает себя главой документа. В этом плане здесь очень просто отключить это обычным списком, нумерованным, сказать ему «нет, ты не глава». Обновляю оглавление, обновляю его целиком, для того, чтобы мы имели в оглавлении эти главы, пункты. Они также входят, также прописаны. Все отлично. Ну и, конечно же, на изменение, как это сказывается? Изменение порядка. Изменение порядка глав. Если у нас была добавлена где-то новая глава документа... Так. Ну, давайте я напишу название. «Контралайт» единичка. Все это работает. И следующая глава уже не вторая, а третья, да? Разумеется, это будет работать. Ну и далее, далее, далее. Тоже оформляю. «Контралайт» двоечка. Вторым уровнем. Ну, все работает. Все работает. Все работает. Если так окажется, что вас интересуют конкретные вещи по программе Word, именно конкретные вещи, поскольку, когда что не вебинар, что, ну, муки, муки начинаются. Выбора темы, что нужно людям, что нужно людям, вы, пожалуйста, об этом мне напишите. Ну, просто скажите. Я должна знать, если хотите услышать о чем-то конкретно, я буду рада получить от вас информацию. Может быть, даже на основе вашего же документа, не содержащего секретные сведения, я и проведу, например, следующую встречу на подобную тему. Коротенькие вот такие зарисовочки у нас, да, рекламные вебинары, они все раскрывают крошечные такие части темы. И Романова, собачка-специалист.ру, пожалуйста, пишите. Я с удовольствием вашу тему возьму, и для меня это будет только радость. Обказать то, что нужно людям. Так. На этом, пожалуй, все. На сегодня все. Спасибо большое за ваше внимание.